Редактор субтитров А.Семкин Сегодняшняя тема – происхождение башкирского народа, национальные особенности и роль башкир в становлении Российской империи. Такая необъятная тема – происхождение башкир. Условно, за 40 минут нашей передачи можно ли объять такую большую тему? Нет, я думаю, мы не сможем это сделать. Ну, хотя бы в каких-то общих чертах постараемся, я думаю. Отлично. Тогда первый вопрос. С каких времен, с какого года, условно говоря, башкиры начали называться башкирами? Ну, вот тут уже противоречие в самом вопросе. То есть, во-первых, мы можем говорить только с каких пор, то есть с какого периода начинает фиксироваться, да? Там этноним башкор – раз. И второй противоречие, самое главное, значит, что такое вот, вы сказали, башкиры стали как? Называться башкирами. Ну, вот видите, так, это тоже, в общем-то, в этом вопросе содержится, как бы, заблуждение прошлого, вот такое, значит, представление, что вот башкиры – это какая-то, как вот, неизменная такая сущность, вот, существовавшая там с какого-то времени, да? То есть, на самом деле, любой этнос – это, значит, продукт развития, да? Вот не случайно, скажем, существовали, ну, две там версии, да? Или две теории, вот, исторические теории, наиболее раннее происхождение башкир, там, угорская теория, да? Например, там, и тюркская. Ну, вот, наиболее ранее угорская, да? То есть, предполагалось, что башкиры – это изначально угры, там, их даже с венграми связывали, что, и вот, в итоге, они перешли в какой-то момент на тюркский язык, вот, и вот, в общем-то, вот так, и вот стали вот тем, кем они стали. Была уже потом тюркская теория, уже потом, что вот башкиры – это изначально тюрки, всегда были тюрками, и так далее. Как бы это обе теории, они ошибочные, на самом деле, так? Потому что башкиры – это многосоставный народ, вот, изначально в нем было много компонентов, да? И когда вот мы можем говорить только, с какого момента вот это, значит, конгломерат вот этих компонентов этнических стали именоваться башкирами, да, например, или там с какого периода они, скажем, стали в основном тюркоязычные. Вот о чем, как бы, можно говорить. Вот, допустим, если вот мы сравниваем, там, параллели проводим с историей Франции, да, то есть, как бы, вроде истории Франции, что тут непонятного. Между тем, допустим, французский политический миф, или там, национальный миф, лучше сказать, они же себя, французы, возводят кельтам. Вот этим галам, так называемым, которые на Рим нападали, но кельты ведь они не были франкоязычными. То есть, они говорили на кельтских языках совершенно, так скажем, да, то есть, говорили, как вот современные там ирландцы, как вот, значит, гэлы там в Шотландии сейчас живут. Вот, и вообще там, скажем, название у них французы от германского племени франков, это позднее пришло. Это тоже наслаждается, вот почему себя французы, скажем, с кельтами, да, вот гальский петух у них, вот, так скажем, есть такой, скажем, образ, скажем, олицетворения, значит, французов. Почему вот они себя с галами, значит, соотносят, а не там с франками или потом, значит, с римлянами, поскольку французский язык это испорченный латынь, которую принесли римляне, понимаете? То есть, вот такие вопросы, они возникают, так же и у нас, там, скажем, в случае с башкирами, с кем мы себя должны соотносить? Там, с угорской составляющей, которая есть, безусловно, в башкирском народе, там, с тюркской составляющей, которая тоже есть. И преобладающая версия? Вот я как раз вам и говорю, что вот были две теории, вот, которые с 18 века, да, конечно, угорская теория, просто это, она отражала то состояние знания человека, представлений, теория этноса и так далее, которая, соответственно, была в 18 веке. Потом уже в современную эпоху, там, вот эта тюркская была теория, сейчас мы пришли к тому, что можно говорить о том, что башкиры, это изначально, как бы, разнокомпонентный народ, который, в общем-то, сложился, вернее, сложился вот сначала в народ, потом вот уже можно говорить в этнонацию, понимаете? Я объясню свой вопрос, мне очень важно сейчас обозначить точку, с какого периода мы начнем наш экскурс? Так, экскурс. Я даже не знаю, вот, честно говоря, потому что, если вы хотите, значит, о первом упоминании, значит, о башкирах, то это, в принципе, есть такое мнение, что впервые башкиры упомянуты в китайской хронике Суэшу, эта хроника была написана, если я не ошибаюсь, в 643 году, то есть, ну, почти полторы тысячи лет назад, так? Потому что эта хроника только зафиксировала это название, то есть, соответственно, народ, ну, как минимум, уже к этому времени раз существовал, то он как минимум существовал еще там до этой даты, ну, как там, за пару там столетий, как минимум, да? То есть, мы можем говорить о том, что носители этнонима башкорт уже были, это полторы тысячи лет назад, да, там, как минимум. Вот, в китайской хронике Суэшу и в китайской хронике Бэйши упоминается, значит, ну, понятно, учитывая своеобразие китайской, скажем, графической вот этой системы письменности, там, он прочитывается как Башу Килину, и там разные есть, и другие транскрипции, и, значит, по крайней мере, вот китайские этюркологи, там, Лю Мао Цай, там, и другие, и вот именно соответствовали вот это название, вот эту транскрипцию Башу Кили именно с башкирами. Так что, ну, я вот, я думаю, китайцами виднее, я тоже, как бы, соглашаюсь с их мнением. Кредо моих передач, хочу все знать, поэтому мне сейчас интересно, китайцы упомянули в каком контексте, интересно, об этом есть? Они, нет, контекст там очень простой, там, значит, они описывали племена западно-тюркского каганата, вот, и, вот, перечисляя вот эти племена, упоминают, значит, вот этот народ. Вот, где-то в районе Аральского моря, то ли, где-то, наверное, к северу-востоку от Арала примерно так, где-то, в общем-то, на территории современного Казахстана, вот этот этнос. Но другое дело, что, опять же, я же недаром привел вам вот этот пример Франции, то есть, как народы, в общем-то, образовываются. Вот, жили там некие кельты, сначала их завоевали римляне, вот эту галлю, там, знаменитый поход, гальский поход Юлии Цезаря, да, пришли римляне, завоевали галлов, стали насаждать свой вот этот язык латинский. Вот, уже к эпохе позднего Средневековья они уже основательно романизировались, то есть, перешли вот на этот романский римский язык, то есть, латинизировались вот эти кельты. А потом пришли уже франки, германцы, территорию Германии, завоевали вот эту территорию, создали Францкое королевство, и вот уже от их имени франков пошло, значит, название французов, вот, и уже можно сказать, в общем, в общих чертах вот эта ранняя французская народность, она вот начала складываться, да. Вот примерно то же самое было и с башкирами, да, вот было тюркское племя башкорт, вот, и причем это было племя агузского происхождения, по всей видимости, агузы, это вот как раз населяли западные тюркские каганат, агузы, это тюркоязычные такие племена, агузы, это, так скажем, агузские языки, это вот современные языки, это турецкий, туркменский, азербайджанский и так далее. Соответственно, вот даже мы в названии башкорт увидим уже даже в этом, вот это влияние вот этой агузской языковой стихии, поскольку корт, это на агузских языках волк, у всех тюркских, там, кипчахский, нари, буре, а здесь волк у них, и до сих пор корт, в турецком языке, в азербайджанском, там, туркменском, это корт, это волк, вот, башкорт, главный волк. Очень интересно. И вот они сейчас, я договорю, вот, и башкиры, вот, в общем-то, там, в результате вот эти носители, я их называю прабашкирами, то есть это еще не собственно башкиры, а прабашкиры тюркоязычные, вот, в результате там войн с другими, там, значит, народами, которые населяли ту территорию, были оттеснены, значит, на Урал. Вот, придя сюда, вот, они здесь обнаружили, там, племена угров, там, поздних сарматов, ираноязычные, вот, они, значит, здесь создают свое, скажем, протогосударство, объединяет это все. И вот, как вот, в примере с Францией, с Францией, вернее, вот, они просто, значит, вот этим людям, которых они объединили, на них переносится вот этот этноним, и уже, как бы, в качестве интегрирующего, этноинтегрирующего автонима, самоназвания, и вот, начинается, возникает уже народность ранних башкир. То есть, были прабашкиры, я делю, потом, вот, уже на Урале, на Южном Урале образуется народность ранних башкир, то есть, южноуральских башкир. Скажите, пожалуйста, говоря об упоминаниях, кого из, ну, официальных или историков, кого можете отметить с обозначением хронологии, пожалуйста? Вот, самое первое упоминание, да, Китай, потом. Китай, потом, смотрите, значит, потом, я полагаю, что уже в восьмом веке, восьмой век, башкиры были упомянуты, скажем, арабоязычным автором Ибн Аля Мухафа, был такой арабоязычный автор, он даже больше был писатель, нежели там историк, там, или, или, просто он записал одно предание, в котором упоминается, значит, башжурт, башгурт или башджурт, там, значит, это просто персидская передача, скажем, вот этого арабского, так сказать, написания, вот, который является вассалом хазарского кагана, там, хазарский каганат был, у него там гвардия, 2000 человек, и вот он живет между кемаками и хазарами. Ну, в общем-то, это по совокупному мнению исследователей, что вот постбашжурт, там, это имеется в виду не, значит, не антропоним, не личное имя, а, в общем-то, понятно, персидентификация этнонима, значит, башкорт. И, соответственно, имелся в виду, так скажем, предводитель, князь или там правитель башкир, который жил вот на, уже, по локализации мы видим, где-то в районе Южного Урала, имел, значит, личную гвардию, да, там, дружину, 2000 человек, по тем временам это очень серьезно, потому что у всего хазарского каганата было 10 тысяч, да, там, скажем, регулярное войско, с помощью которого они покорили всю Восточную Европу, да. У волжских булгар еще было гораздо меньше, у них, значит, уже, как венгерский историк, и что он зиму не подсчитал, и то для периода уже, значит, где-то примерно 12 века, предмонгольского периода, 6000 человек там, да, то есть, то есть, надо понимать, эти дружины, они были в то время, в эпоху раннего средневековья, они были небольшие, но этих сил хватало, чтобы держать в подчинении там большие территории. Да, территории. И потом, значит, Ибн Аль-Мухафа, это 8 век, 8 век, потом, очень такая интересная, значит, история была с этим, с Алламом Тарджуманом, дело в том, что халиф Вафик Аль-Беллахи, в общем-то, заинтересовался, кто такой, значит, где стена Зулькарнайна, которая упоминается, значит, Зулькарнайн сам в Коране упоминается, и в коранических преданиях упоминается его стена, вот, что вот она, эта стена защищает цивилизованный мир от народов Гог и Магог, Яджуч Аль-Маджуч, то есть, как считают историки, под этой стеной подразумевалась Великая Китайская стена, то есть, которая вот в такой, значит, через такое преломление фольклорное превратилась, значит, в стену Зулькарнайна. И вот этот халиф заинтересовался, а действительно лезть этого стена, и снарядил экспедицию на поиски этой стены, и отправил, значит, через, вот они прошли через Азербайджан, по территории Дагестана, через Нижнюю Волгу, мимо современной, значит, Астрахани, да, потом ушли в Сепи Казахстан и пошли на восток. И вот, когда они шли на восток, руководители этой экспедиции, Салам Тарджиман, тоже, в 842 году, также упоминает страну Башкорд, он упоминает Билят Аль-Басджурд, вот, опять же, он пишет через, так скажем, вот это напишение Басджурд, это отражает, так скажем, персидскую преломление, вот это персидского, вот этого названия Башкорда, Башкорда, значит, в арабской, скажем, графике, да, но это трудно объяснить, но, то есть, я понимаю, о чем я говорю, но это долго, заняло бы много времени, ну, вот, в общем-то, страну Аль-Басджурд, он упоминает, вот, следующее упоминание уже, вообще, вполне реально, когда Ибн Фадлан, уже 921 году, когда он шел в Волжскую Булгарию, упомянул уже Башкорда, уже к северу от Аральского моря, да, там, значит, на окраине уже, плато Устюрд, там, фактически, на окраине Мангошлака, вот, он уже-то там, ну, то есть, представляете, как далеко заходили, значит, башкирские, значит, кочеви или набеги, вот, что уже там, они, когда шли по территории современного западного Казахстана, они опасались нападения башкир и, в общем-то, принимали все меры предосторожности, вот, ну, и уже более конкретно, прям, он пишет, что прям по стране уже башкир поехали, уже на территории современной Самарской области, да, вот, то есть, около Самарской Луки, он уже эту территорию описывает, как населенную башкиры, вот, то есть... Она до сих пор населенная башкиры, у меня там такие анклавы в Самарской, в Саратове тоже. И сейчас я испытала маленький шок, просто сопоставив коранические знания, вот, с тем, что вы говорите, в Коране сказано, что когда народы Яджуд Маджуд все-таки откроют, вскроют эту стену, то наступит конец света, я в этом что-то как плохое знамение вижу сейчас. Все же говорят, Яджуд Маджуд же, это и есть Китай, да, ну... Ну, это страшные слова, конечно, с Тахафирула надо сказать, но, боже упаси, как говорится. Про особенности теперь я хочу поговорить. Читая историю, видно, что разные были конфликты, разные народы, кто-то на нас нападал, или какие-то конфликты были, восстания, экспансии, но все время вот эта народность, которую мы называем башкиры, никогда не уходили с этих земель. То есть они однажды пришли, остались и уже никуда не уходили при любых конфликтах. И до сих пор это сохраняется. Вот вы, как ученые, как можете объяснить вот эту характерную особенность народа, привязанность к земле? Я понял. Я думаю, что это просто, значит, я бы не стал бы искать в этом какие-то, вот, прям, какое-то проявление, какой-то исключительности, там, и так далее, да? То есть все народы, рано сформировавшиеся, да, вот на какой-то территории, имеют вот такую, значит, привязанность к своей земле, особенно вот, как Урал. Урал, Урал, ведь это естественная крепость, так, вот, допустим, все, что было южнее, это вот прям, когда вы выезжаете в Хайбуллинский район, вы видите, да, вот такую, значит, ровную, как бильярдный стол, вот так пошла плоскость, вплоть до Аральского моря, вот. А здесь вот пересеченные местности, да, значит, леса, значит, гор, для кого-то, для сугубых кочевников, эта территория, она непривлекательна, вот. Ну, башкиры тоже, ведь они не были сугубыми кочевниками, то есть, ну, и вообще, может быть, даже когда-то не были кочевниками, да, то есть, или там вели там какой-то полукочевой скотоводство, или, можем сказать, полуоседло скотоводство. Все равно скотоводство, это было, скорее всего, превалирующим занятием, но назвать, значит, их образ жизни кочевым скотоводством, в общем-то, как бы, это, наверное, было бы неверно. Вот, и вот они были привязаны к этой земле, вот, к этой местности, причем, как этнос, сложившийся среди тюркских этносов, наверное, это один из наиболее ранних этносов, да, народов сложившихся, вот. Вот, поскольку мы знаем, что вот в современнике башкир, ну, где вот они сейчас вспомните, да, где волжские булгары, где хазары, где печенеги, вот, они все исчезли, вот, а башкиры, будучи их современниками, вот, сохранились, то есть, из эпохи, можно сказать, раннего Средневековья дошли, дошли до, в общем-то, современной эпохи. Ну, что-то сохранение прямо связано с тем, что они оставались на одной земле? Земля, безусловно, ландшафт, она, ландшафт, он имеет определяющую роль, естественно, в истории народа, в истории, вернее, в сложении его идентичности, в его формировании, вот, и, конечно же, Урал, как естественную крепость, это, ну, для башкиры было, это было все, это было всем, конечно же. Поэтому, соответственно, башкиры очень были привязаны к своей земле и, в общем-то... Привязались с годами, веками. Там, с веками, да, веками, здесь их прошло, так сказать, вот это детство этого этноса, да, там, зрелость, юность, зрелость и так далее. Вот, соответственно, никуда они уходить и не хотели, наверное, и, надеюсь, никуда не уйдут. Вот, соответственно, вся, все эпосы, значит, да, мы видим, вот, о древности их пребывания здесь, что эпосы воспевают, что у нас воспевают? Опять же, эти горы, то есть, как писали русские путешественники, историки 18 века, у башкира там каждый ручеек, там, каждый пригорок, там, каждое, там, значит, какое-то урочище. Имеет не только свои названия, а башкир вам обязательно расскажет об этом целую, там, преданию, легенду, там, историю, понимаете? То есть, это вся была история, была, скажем, описана. Недаром, вот, есть такой Замятин, специалист по сакральной географии, вот, Замятин есть, да, вот он и пишет, что, вот, допустим, он удивляется, почему вот эта территория, западнее, вернее, восточнее Уральского крипта, она фактически не описана в русской, значит, в русском эпосе, она не описана, она нигде, ни сказок нет, ничего. Ну, Бажов, понятно, он пришел, это сказки Бажова, они сочинены им здесь, уже на Урале, и, в общем-то, ладно, Урал еще куда не шло. Ну, вот дальше, что в Сибири, если брать те более восточные территории, они совершенно нигде не отражены в русском фольклоре. Вот это как раз и говорит, что это, значит, русское население туда, ведь в Сибирь пришло довольно поздно, вот, оно просто еще не успело мифологизироваться, вот это, значит, сакрализироваться это пространство. Вот, а башкиры, которые жили на Урале, у нас, как бы, все это, там, любой бугорок, там, любая речка, речушка, она описана. Вот, когда вы едете по трассе, там, Уфа-Белорецкая, вы же едете, там, какой-то, какой-то, вот, маленький ручеек, но он имеет какое-то там свое название. Ну, вроде бы, да, ну, там его не видно, но вот у каждого ручейка свое название. Вот это удивительно. Вот это как раз и говорит о древности пребывания, там, того или иного народа на территории. Еще удивительно то, что, когда едешь в сторону Тюмени, там, название все башкирские, Аталык, или что-то, ну... Ну, это тюркские названия, не обязательно башкирские, там, смотря по какой территории, хотя, исторически, значит, мы знаем, что вот самые восточные башкирские волости, вот, они входили... Тогда это была Тобольская губерния, Тобольский уезд сначала, потом Тобольская губерния, туда, то есть, это буквально в 100 километрах от Тюмени заканчивалась, вот, скажем, территория исторической башкирии. Ну, это заметно, даже сейчас. В 18 веке, по крайней мере, вот. Поэтому, вот. В эпосе «Урал-Батыр», я сейчас очень сильно изучаю эпос, и там очень много именно сакрального смысла, подтекста очень много, и там написано, что человек-сирота – это человек не только без родителей, но и человек без земли. Етым, Етым-Калхан, говорят. И, говоря о народе, о нашем народе и о других народах, мне кажется, что основополагающая часть башкир все-таки остается на родной земле, несмотря на то, что многие мигрируют там по тем или иным причинам. У нас больше людей мигрируют или все-таки больше остаются на родной земле? Мне кажется, что остаются здесь. Ну, я тоже нет, это чисто по ощущению, у меня нет никакой социологии под рукой, но чисто по ощущениям, что да, даже если вот у нас, там, многие ведь в Сибирь уезжают работать, да, там, и вахтовики туда-сюда катаются, но даже под старостью лет мы видим, да, вот эти все товарищи, которые Сибирь поднимали, там, жили, и квартиры имеют там, потом все распродают и возвращаются домой. Все равно как бы на родину тянет, вот как бы с этим ничего не поделаешь, это вот такой древний архетип, да, зов крови, зов предков, да, даже, можно сказать. Чуть-чуть коснусь биоэнергетики, говорят, что почва имеет память, память генов, то есть, условно говоря, сейчас очень грубо скажу, человек там омыл ноги, и потом на этой же почве растет игра и его ребенок. Это вот передать через почву каких-то генную память, что-то такое. Вот этим можно объяснить? Ну, очень. Ну, я не знаю, это уже эзотерика какая-то, но, наверное, вот. Я, наверное, по-другому, на другое бы внимание лучше обратил. На том, что вот удивительная вещь, вот эпоха Золотой Орды, образовалась, скажем, Монгольская империя. Здесь вот башкиры, ведь, как известно, в составе Монгольской империи получили, значит, автономию, вот, упоминается, значит, правитель всей Баскардии, да, которая в составе Монгольской империи существует какое-то свое отдельное башкирское княжество. То есть они вступили в их состав, будучи свободными? Ну, это, ну, что, ну, все там свободные были, там рабства в Монгольской империи не было, там лично свободными были все. Вот, но они вошли как в субъект, скажем, да, то есть политическое объединение, которое, в общем-то, отличалось от вот этого державного народа, от Олосу Джучи, да, вот. Вот это интересно. И почему потом мы видим уже в составе башкир, в составе башкир появляются вот эти клановые образования, Олосу Джучи, уже, собственно, которые вошли в состав башкира, понимаете, вот удивительно. Рудар, да, если вы так уже говорите. Ну, допустим, вот это Тобынцы, те же самые, Сальюты, там, Катайцы, там, Меркиты и так далее, и так далее. Вот это удивительно. То есть уже даже, значит, в эпоху позднего Средневековья, значит, башкиры продолжали пополняться вот этими выходцами из Олосу Джучи. Вроде бы это более престижные политики, они же пришли как завоеватели сюда, значит, башкиры вроде как подчиненные. Но, тем не менее, вот это, значит, было нечто привлекательное, что обашкиривало вот эти племена, да, племена, вот эти Олосу Джучи, которые сами, как бы, входили в добровольный состав, значит, башкирской политии, в состав, вхождение в состав чужой политии, то есть политического образования, оно в то время и предполагало принятие, как бы, вот этой идентичности, которая здесь существовала, понимаешь? То есть становились башкирами, условно говоря. Вот это более удивительно. И вот этот процесс формирования, пополнения башкир за счет других вот этих образований, племен, там, осколков других политий, оно продолжалось ведь очень, скажем, долго, вплоть до 18 века, да, когда вот уже последние такие этнические вкрапления, там, вот эти аюкинские калмыки вошли, которые откололись от, там, калмыцкого ханства и вошли в состав башкир, да, вот в Курганской области у нас, вот рот калмак есть, вот как раз это же есть, вот аюкинские калмыки. Это очень свежо до сих пор. Да, вот, понимаете, то есть, какой магнит сюда всех затягивал, понимаете? То есть, это, видимо, было что-то очень привлекательное. Это нельзя объяснить только тем, что здесь вот вновь приходящем давали, значит, вотчинные земли, сами же башкиры давали, между прочим, вот, потому что это считалось их собственность. Это были частно владельческие земли, вотчины башкиры, вот, царь их не мог там отобрать, даровать, вот, если отбирал, то башкиры восстание поднимали. Видимо, было что-то другое, видимо, какой-то был дух какой-то иной, там, значит, дух свободы, там, и так далее, вот. Вот это более меня, в общем-то, поражает, и вот этот факт, он требует, конечно, дальнейших исследований. Вы хотели обратить мое внимание именно? Я хотел именно это обратить внимание, вот. То есть, земля землей, но тут, наверное, что-то какие-то и другие там механизмы были. Были попытки, это же видно на примерах башкирских и некоторых шажеры. Вот, допустим, берут, искусственно включая, там, клан сольют, вот, общей генеалогии, которая восходит к этому, к общему предку, да, там, иштяку, да, иштяк, то есть, мы знаем, это экзоним башкирского народа, да, то есть, вот, как-то, как можно быть, вот, этой генеалогии башкирских племен, считаться, значит, сыновьями одного отца, племя, значит, сольют, который, ну, вообще пришло, если так-то, из Монголии вообще, да, это монголы-нейроны, родственник Чингискана, вот, сольют у нас, вот, в Кунашекском районе живут, и там, скажем, племя Юрми, которое, вообще, так сказать, восходит, там, в ранне-средневековую эпоху, и которое, в общем-то, соотносится, в общем-то, с племенами, такого, знаете, очень-очень такого раннего, там, булгаро-огурского круга, да, вот, как это все, вот, мы здесь видим в этом шажере, вот, как раз, кто, вот, составлял, это, вот, как бы, тот древний идеолог, который, там, жил, там, не знаю, там, в семнадцатом, может, веке, который пытался, вот, в общем-то, вот, это, мы видим его, вот, эту умственную конструкцию, как, воплощенную в шажере, где он пытается возвести все башкирские, вот, эти кланы, с абсолютно разного происхождения к одному предку, то есть, вот, вот, это интересно, вот, хотя башкиры прекрасно понимали, то есть, и не нужно думать, что они не знали, они все прекрасно знали, они так и писали, мы, говорит, пришли, там, сюда, из разных мест, сюда, и стали башкирским народом, одни оттуда, другие отсюда, то есть, у них в этом плане не было никаких заблуждений. — Сейчас у меня такое ощущение внутри, я, как бы, чувствую, что я прикоснулась к чему-то очень огромному, частью полмира, вот, всех азиатских народов, то есть… — Ну, не все, почему, не азиатских, а из Запада тоже приходили, из Германии приходили, из Скандинавии, вот, удивит вас, да? — Да, теперь еще больше. — Вот, вчера у меня программа была про племя Мурзалар, вот, ну, вот, у них гаплогруппа Ай-1, Ай-1, это, значит, это гаплогруппа, прямо вот, с помощью современных методов, вот, этого исследования, гену географии, даже сейчас можно установить по времени, когда они пришли сюда, то есть, они пришли сюда, там, более тысячи лет назад, вот, территория, значит, Скандинавии, вот, вошли, это, кто-то, значит, говорит, возможно, это была какая-то заблудившаяся группа варягов, которые, там, пошли, там, из Нового города собирать дань, значит, на Северный Урал, там, с местных, там, значит, племен, потому что это Нового города все подчинялось, заблудились, попали на Южный Урал, вот, и, значит, вошли в состав башкирского народа, и вот тебе на, вот, да? — Много голосов, один мир. — Да, да, а кто-то говорит, что, там, это какие-то готы пришли, там, значит, из Крыма, готское королевство было в Крыму, тоже какая-то группа готов заблудившаяся, там, которая забрела на Южный Урал и тоже осталась, но это не суть важная. Я хочу сказать, что шло со всех сторон, понимаешь? Вот эти, значит, потоки древних племен, которые потом все вот это слились, вот этот башкирский народ. — И мы вышли к единому, что все мы вышли из Адама и Евы в итоге опять. — Ну, ладно. То есть, поэтому, видите как, вот, поэтому неизвестно, что ты говоришь, вот, когда ты говорил, вот, когда мы можем говорить о башкирах, с какого периода, а так, а кого мы за башкир-то будем брать? Для меня вот эти башкиры, вот эти ранние сарматы, которые здесь жили, там, с эпохи, там, бронзы, да, с третьего, там, тысячелетия до нашей эры, они, хотя тогда, конечно, башкиры мне назывались, но они мне, для меня больше, например, башкиры, чем, значит, носитель этноним башкор, которые пришли сюда, там, в седьмом-восьмом веке, понимаете? — Да, да, да. — Потому что вот это, современные данные, они показывают, что, в общем-то, никогда не происходило вот этого полного замещения населения, что население всегда, оно примерно, вот, какое-то одно, там, меняется, значит, может меняться их, там, самоназвание, может меняться, значит, их язык, вот, как в случае с французом произошло, так же ведь и с башкирами, вот, пришли туркоязычные башкиры, объединили вот эти, значит, местные племена, и только со временем, когда в степи вот изменилась, вот эта языковая доминанта, вот, все вот эти народы пришли, так сказать, перешли на тюркский язык, адует, вот, они тоже вот эти составляющие, компоненты башкирской, значит, политии, башкирского этноса, значит, народности ранних башкир, они тоже, видите, были, этот, многоязычные. Говоря о сарматах, вот эта вся история, золото сарматов у нас, по-моему, то ли с Артуром Идальбаевым, но было какое-то большое мероприятие около Тратау, кажется, да, золото сарматов, правильно? Я не знаю, ну. Ну, я, как человек культуры, была чуть-чуть в курсе этих событий, и на самом деле это откликается, то есть мы уже по ощущениям тоже сейчас понимаем свой этнос, язык, то есть восприятие это тоже важная вещь, это же гены, это не просто так, кровь, не вода, говорится, да, и действительно это откликается, и мне интересно, почему вот эта история сарматов вышла именно сейчас, вот буквально 3-4 года назад, вот кто докопался до этой истины, скажем так? Да нет, там никакой истины не было, мне кажется, просто здесь вот нужно как-то республику позиционировать, а тут какой-то такой классный бренд, вот, там, значит, золото сарматов. Но это же непридуманная история, это же было, или не придумано? Нет, было, нет, ну, как бы, ну, было зачем, вот эти же, значит, филипповские курганы, сарматское золото, это же все, вот здесь Оренбуржи, так сказать, территория исторической башки, здесь вот на Южном Мурале, значит, обитали сарматские цари, вот эти, наличие вот этих царских курганов, где вот эти потрясающие находки были обнаружены, это как раз говорит о том, что здесь был центр их власти, да, сарматские цари хранили именно, так сказать, в своем, так сказать, вот этом домене, да, своих царей, вот, то есть Урал, он всегда испокон веков, вот, это было какой-то такой особой территорией, ну, на мой взгляд, опять же, без всякой мистики, конечно. Ну, горы, конечно, так или иначе. Ну, тут не горы, тут сарматы были кочевники, вот им почему-то вот это предгоре, значит, нравились, потом здесь всегда, знаете, да, что вот, или не знаете, вот с эпохи бронзы, здесь вот был Каргалинский, допустим, потрясающий вот этот металлургический район, горно-металлургический район, здесь вот были неиссякаемые запасы медиа, тогда еще был бронзовый век, или медный век, потом, значит, потом бронзовый век, то есть все орудия, оружие делалось из меди и бронзы, то есть еще до того, как люди к железу перешли. Поэтому здесь есть значение, это Урал экономическое чисто было огромное, вот, и здесь все формировалось, да, ну, и тогда, и сейчас, да, то есть, как бы, собственно, ничего не поменялось. Вот, поэтому это была такая интересная территория, то есть мы очень, скажем, мало еще об этом всем знаем, но это нужно, в общем-то, исследовать и исследовать. Что интересно, что веками ничего не меняется, до сих пор мы являемся, Урал является таким металлургическим местом, очень известным, да, где вся таблица Менделеева, как говорится, да, ну, и в легендах, когда говорится, что это растянул пояс с жемчугами от Карского моря до Каспийского, да, ну, во всех легендах, конечно, есть такая подоплека, история. Да, и вот поразительно, вот, ну, Урал, это же башкирское название, башкирское название, вот, эпос Урал-Батыр, значит, и мы знаем, что вошло, так сказать, в употребление этот термин, значит, во всех языках, языки мира, так сказать, из башкирской, значит, языковой среды. Но, тем не менее... Ну, казахов, Урал. Ну, неважно, ну, это, вот, да, и башкиры ведь называли Уралом, это вот, какой-то вот такую ограниченную территорию Южного Урала, да, а сейчас это название... Целого хребта? ...перенесло, да, мало, на хребта, на огромное количество субъектов, которые по обе стороны Урала, все это же называется Большим Уралом, вот что удивительно, все называется Уралом, а хотя вот мы знаем, что это конкретно, даже, можно сказать, более конкретно, значит, даже не Южный Урал, а даже конкретно хребет Урал-Тау, да, такая сердцевина всего Урала, от которого, в общем-то, все пошло. Вот это удивительно. Есть такое ощущение, что казахи, нагайцы ближе к башкирскому народу, чем все остальные, кто рядом с нами живет. Вот, вы как насчет этого, что скажете? Ну... По характеру? По характеру? Ну, я тоже, как бы, вот, не специалист, там, по определению, там, значит, характеров тех или иных этносов, да. Ну, генетически, да, вот сейчас были проведены исследования, там, не скажу про казахов, но с нагаями, значит, башкир действительно генетически оказались очень близки, вот. Ну, опять же, я говорю, не будучи специалистом по этой генетике, то есть, ссылаясь на работы тех специалистов, которые занимаются этим вопросом, да, там, самые близкие там башкир, как ни странно, или, почему даже, как ни странно, ну, наверное, закономерно оказались на Перме сибирске татары, а потом на Гае. Вот, вот это удивительно, хотя, вот, как скажем, я же говорю, башкиры народ же многокомпонентные, то есть, по каким-то отдельным кластерам мы можем, там, практически со всеми народами Евразии можно найти, но вот, в целом, когда берут, вот, общий, так сказать, набор вот этих генетических маркеров, то вот получилось так. А может, этому еще способствовало то, что географически мы находимся в центре, все-таки, Евразии? Ну, не знаю, в центре, но, я думаю, это все исторически просто было закономерно, исторические процессы, в общем-то, история сама, она, в общем-то, формирует и народы, вот, как я уже говорил, да, то есть, вот, вот это, вот, была такая завоевательная теория образования государства, да, вот, вот все государства, значит, образовывались, есть такая теория, что в результате завоеваний, но это мы действительно это видим, ну, вот, как я уже приводил, вот, пример французов, пришли франки, это же были, как они, захватчики пришли, завоевали вот эту территорию, вот эту территорию, дали свое название, язык, правда, германский свой не сумели навязать, остался язык романским, но, тем не менее, вот, образовалась Франция, да, то же самое мы видим на Руси, вот, жили славяне, пришли, призвали, значит, Рюрика, или он сам завоевал, или призвали, пришли, значит, скандинавы, дали свое название Русс, Русс – это же скандинавское название, так, вот, вот, образовался русское государство, условно говоря. И когда мы говорим же, мы говорим о завоевательной теории государства, вот, башкиры примерно по той же схеме, значит, образовались, вот, пришел народ, носитель этнониму башкорт, завоевал, или, может, добровольно покорились, и вот дало объединение. Но мы же говорим о вызывательной теории государства. Соответственно, я всегда говорю, что тоже башкиры образовались в рамках каких-то протогосударственных структур, то есть в рамках политии. В рамках политии. То есть именно вот эти политические факторы, они, в общем-то, сыграли здесь доминирующую роль. Мы пришли к той теме о значении башкир в становлении Российской империи. Подошли к этой теме ближе. Нет, я все это говорил до этого, про завоевательную теорию, только для того, чтобы опровергнуть вот этот тезис. У нас всегда в литературе оно напрямую не говорилось, но где-то из-под влето шло, что башкиры это безгосударственный народ. Я хочу сказать, что если бы не было вот этих государственных структур, не было бы вот этой механизма, завоевательного механизма образования вот этой политии, то есть тут вопрос дискуссионный, что такое государство. Сейчас, потому что и даже вот эти средневековые или ранние государства Европы тоже их в полном смысле государствами назвать нельзя. По крайней мере, они очень отличаются от современного государства. Ну, поэтому мы будем как бы мысленно ставить это, значит, в кавычки, да? Вот. И вот башкиры тоже, они образовались именно как народ благодаря, значит, объединению в некую политическую структуру, которую можно назвать прото-государством. Понимаете? Вот. Это опровергает вот эти все теории. У нас было, как раньше, значит, государственные народы это вот исторические народы, негосударственные народы это этносы, которых исследует этнография. То есть для истории они как бы неинтересны. Так вот, а башкиры почему-то всегда их рассматривал и этнографией, и в то же время и историей. Вот это удивительно. То есть они сами даже историки, значит, не понимая, бессознательно, ну, в общем-то, переносили башкир в число государственных народов. Тем более, есть и письменные источники, говорящие, там, вот тот же Аль-Масудди, арабский историк 10 века, который пишет, вот, у башкиры есть царь, понимаешь, понимаете? Ну, никто на это внимания как бы не обращали, либо не замечали. Ну, Малик, не царь, а Малик, то есть арабский термин. Либо там, значит, вот, вот это Ибн Аль-Мукафа, который пишет, управитель всех башкир, башкир, который, значит, является вассалом, да, там, хазарского кагана. Ну, там, есть и другие свидетельства. В Агузском эпосе, да, там, в Достане, Агуз-Наме, например, да, упоминается башкирский падишах, там, по имени Карашид, например, да, ну, и уже вполне, так скажем, такие уже конкретные, так скажем, известия венгерских и западноевропейских миссионеров 14 века, которые приходили сюда в башкирии, башкирию ради распространения католичества, которые писали о государе всей Баскардии, да, в принципе тотиус Баскардия, то есть, все это говорит, что, конечно же, политические структуры здесь всегда были, там, как бы мы их ни называли, там, протогосударства, поэтому историки же используют такой расплывчатый термин полития, полития это и государство, и какое-то вождество, понимаешь, это там, и так далее, вот, просто полития, полития здесь всегда была, потому что именно в рамках политии, в рамках вот этих государственных структур только и можно было вот спаять воедино вот такую разнородную массу людей, разного происхождения и так далее, понимаете, политическая структура, вот, ну, как вот можно было спаять, значит, терков, там, угров, сарматов в одно, что их объединяло, говорили на разных языках, имели там разные, значит, какие-то, в то время свое мировоззрение, свою там, мифологическую, там, систему и так далее, да, то есть, до того, до того времени, когда они вообще все стали мусульманами, да, их, значит, в этом плане ислам еще сильнее спаял, вот, вот, что объединяло, только мы в этом могло спаять, только вот какие-то наличие государственных структур, вот, вот это, на это надо всегда внимания обращать, то есть, понимать это, потому что невозможно было все это соединить, несоединимо, вот, во Франции, опять, наш любимый Франц, который мы постоянно упоминаем, что вообще объединяет, вот это, значит, конгломерат вот этих племен на территории Франции, только французское государство их соединяло, потому что там до сих пор, ведь там нету, когда мы говорим, французы, надо понимать, что это, это разные народности, которых только вот в эпоху Наполеона, там, сумели навязать французский язык, вот до этого, до этого, там, половина Франц вообще не говорила по-французски, Британия, вот эта область, да, Британия, они до сих пор, там, значит, у них свой кельтский язык, хотя они все, как бы, на двух языках говорят, сейчас вот на юге Франции, провансальский язык возрождается, там, значит, мы говорим, гасконцы, но сейчас уже гасконцы, это Басконь, да, юго-запад Франции, да, вот это Аквитания и так далее, а когда-то они тоже ведь говорили на диалектах басковского языка, то есть Франция, это вот, чисто французов, франкофоны, это только центр Франции, а что вот могло объединять этот конгломерат в одну массу, только вот эти политические структуры, вот так же и в случае с Башкирией. Вы сегодня невольно приводите примеры французов, и ведь у нас тоже геном с ними очень схож, да, вот про это? Ну нет, это просто, это, знаете, там, у них Р1Б, и у нас, вот, у некоторых башкирских племен то же самое, та же гаплогруппа, но они разошлись, это еще в каменном веке, в каменном веке, то есть, одна группа мигрила в Европу, другая, вот, значит, осталась где-то там, значит, в Азии азиатской, то есть, гаплогруппа, то есть, ну, там, 15 тысяч лет назад, там, или, может, 30 тысяч лет назад у них был общий предок, но это ни о чем не говорит, это совершенно, как бы, они разошлись очень давно. Да, преподнесено было прям, как будто мы родственники с Наполеоном. Нет, 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 но генетически это, да, ну, а что их объединяет, там, французы и, скажем, там, башкиры, скажем, бурзянцы, да, у которых как раз вот эта гаплогруппа Р1Б, нет, да, ничего. Салатагай, перенесемся в новейшую историю, я взяла цитату Владимира Владимировича Путина, он говорит о том, что с момента добровольного вхождения в состав Российской империи башкиры также добровольно взяли на себя особую миссию, миссию защиты внешних рубежей Единого Отечества, пограничной стражи. Во время очистственной войны 12-го года башкирия почти целиком, все мужское население с 15 лет посадила на коня, вооружила и отправила на борьбу с врагом. Вот об этом мне очень интересно узнать. Ваше мнение. Ну, что конкретно вас интересует? Что способствовало тому, что 15-летнего пацана посадить и отправить на войну? Чем были мотивированы люди, отправляющие ребенка на войну защищать границы российского государства? Ну, это ребенок, там, 15-летний ребят, это я не знаю, откуда взято, может быть, это так хочется, кто-то так сказал и информировал, значит, президента, но просто был конкретный срок поступления на военную службу, я думаю, там, раньше 18-ти, значит, башкиры, значит, являясь военнослужащими башкирами щерядского войска, там у них был определенный срок поступления на службу, но не с 15 лет, но немножко позднее. Вот. А что заставляло идти на войну? Ну, там, действительно, вот это, когда началась война с Наполеоном, башкирский народ встал, как бы, единодушно на защиту страны, но тут много факторов, много факторов. Вот, кроме вот этого конкретного, данного, значит, кейса, да, вот войны, объявлений войны и нападения, у башкир, видите, это же была, так скажем, их, скажем, такая модель взаимодействия с империей, которая существовала на протяжении многих веков. Вот, когда они входили в состав Московского царства, то есть здесь неправильно было бы говорить, что вот у них все должны были поголовно служить. Вот там служба у них очень сильно различалась. Были, так сказать, профессиональные военные тарханы, которые, вот просто это, вот как сейчас мы бы сказали, это офицеры, да, которые, вот у них эта работа, вот ежедневная работа, служить, вот, а было просто, вот так скажем, да, такое ополчение, пограничная служба, который должен был нести весь народ. И вот башкиры на протяжении многих веков, вот, защищали вот эту юго-восточную границу России, Московского государства, да, вот, тут как бы по-другому и быть не могло, поскольку защищая российскую границу, они защищали, в общем-то, свою башкирию, по сути дела, то есть они были поставлены в такие условия. Вот, что удивительно, вот эти засеченные линии, которые строило Московское государство, вот, допустим, Закамская засеченная линия, она же не охватывала башкирию, башкиры за ее периметром были, остались. Вот, то есть это говорило о том, что, во-первых, статус башкирии еще был, он такой, значит, полунезависимый, то есть, как бы не совсем еще считался, как бы скорее ассоциированный член Московского царства, вот, поэтому засеченная линия, значит, проходила там, значит, башкирия, она ее не охватывала. Башкирии должны были сами, защищая себя, защищали, в общем-то, по сути дела, прикрывали по Волжье от нашествий с Востока, вот. И когда, вот уже, говоря, уже переходя к XIX веку, уже в конце XVIII века, то есть политика российского государства заключалась в том, чтобы превратить всех башкир, значит, условно говоря, в этих тарханов, профессиональных, военных. То есть это была задача вполне такая, скажем, понятная, рациональная задача стояла, то есть предотвратить дальнейшие башкирские восстания, вот с помощью перевода их в служилые сослои полностью. То есть до этого башкиры делились на две категории. Служилые башкиры и ясачные башкиры. То есть служилые башкиры, вот они постоянно служили, еще с жалованием получали от государства, значит, за службу. А ясачные башкиры, они, в общем-то, сами платили яса государству, и только вот в случае надобности, значит, вот прикрывали вот эту границу, если надо было, там, значит, воевали там с соседними народами, и, между прочим, когда они воевали с соседними народами, там, ходили походами на казахов, на калмыков, царская правительство даже об этом и не знала, как бы это не их было дело. Была такая автономная военная организация башкирского народа, вообще никак не зависимая от Москвы. И вот в 19 веку всех башкир перевели в этот служилые сослои, все башкиры стали служилыми. И вот они, естественно, когда война началась, они должны были идти на войну. Право вот когда начали формировать полки, там все как бы, не было таких случаев, там, уклонения, там и так далее, все как бы понимали это, воспринимали как долг. Но почему они как должны это воспринимали? Существовал вот этот договор, он как бы на бумаге, он где не был зафиксирован, но он, все понимали, за что они служат. Мы служим московскому царству в обмен на неприкосновенность наших вочин и земли, неприкосновенность наших устоев, нашей религии, наших обычаев. Это было все обговорено в тот момент, когда башкиры входили в состав московского царства. То есть это была такая, пусть это выглядело немножко грубо звучит, такая сделка, да? Вот, ну, или соглашение, или можно назвать более мягче, там, такой общественный договор между башкирами, значит, и государством. Наши земли, это наши земли, мы вот, не трогайте их, вот, а вот мы, значит, всегда будем защищать государство и так далее, понимаете? Вот, и когда вот эти, значит, нарушались, вот этот договор общественный, да, то есть, естественно, башкиры, это поднимали восстание, и это воспринималось не как, там, скажем, какой-то сепаратизм, там и так далее, а именно, вот, как, вот, по такой логике, вот наши права нарушаются, они жалуются в воеводе, ну, как у финскому. Тут, как всегда, значит, у финского воевода глух, и тогда, чтобы нас услышали в Москве, давайте-ка мы шарахнем, раз не слышит в Уфе, тогда услышит нас в Москве, ударим-ка мы кулаком по столу, вот, по такой логике, значит, ну, немножко напоминает и сегодняшние события, так ведь? Да. Вот. Вот это была логика, никто там отделяться, там уходить особо-то не собирался, потому что понимали, что вот единое государство, что здесь вот... Ну, и сейчас никто не хочет отделяться. Да, и сейчас никто, естественно, никто не собирается. Но по-другому, мне бы никак невозможно было достучаться. И тогда, когда вот восстание вспыхило, царь услышал, наконец, значит, до него доходил, и вот после этого, тогда, значит, посылались сюда, значит, переговорщики. И наступало? Да, и наступало, да. И, значит, царь, как правило, ну, по крайней мере, это было до Петра I, всегда так было, значит, мы не давали никакого указания вас, значит, обижать и так далее, там, винов наказывали, и снова наступала тише благодать. Вот такая была модель. И, кстати, вот она сейчас повторяется, вот именно, вот народ даже не осознает, это подсознательно вот это идет. Понимаете? Как все истории крутятся. Вот все одно и то же, так понимаете? Я вот просто поражаюсь, насколько все, всегда все одно и то же. Всегда все одни и те же вот эти паттерны воспроизводятся. И когда, вот, возвращаясь к нашей теме, Наполеон напал, естественно, башкиры, как же, не пойдут воевать. У них же договор с ариумой, извини. Мы сейчас будем кровь проливать, но мы свои крови оплачиваем. Значит, неприкосновенность наших земель, значит, мы, значит, платим за то, чтобы наше поколение, дети, значит, за их благополучие мы, значит, боремся. Вот какая была модель. А кто такой Наполеон, они знать не знали, там они полуграмотные, значит, там, люди, да, в основной массе. То есть кто такой Наполеон? Понятия не имеем. Да, какая разница? Царь сказал, значит, что он враг, антихрист, его надо убить, ну и все, значит, рассказал, значит, так и есть. Ну, полное доверие царю было и тогда, и... Ну, не то, что доверие, это вот другой был... Соблюдение соглашения, это, наверное... Понимаете, царь – это сакральная фигура. Он там прав, он не прав, доверие, недоверие, неважно. Он сказал, значит, воевать, значит, все, идем воевать. Вот у нас, потому что с ним, значит, договоренность. Спасибо. А можно ли перечислить все эти большие военные конфликты 12-го года, 812-го года раз, и чуть раньше, может, позже? Да полно этих компаний было. Мне очень интересно. Это компания была, значит, вот с самого момента вхождения Башкирии в состав Московского царства, была Ливонская война, сразу вспыхнула, значит, уже Ливонская война, она где-то с 50-х годов, с 50-х, я сейчас забыл, уже 1558-го, по-моему, по 1580-го, там, какой-то год, там, чуть ли не 30 лет шла, значит, уже в Ливонской войне Башкиры воевали. Потом себя они, значит, показали в смутное время, да, когда Россия фактически перестала существовать. Власть там захватили в стране поляки, поляки в Кремле сидели. Башкиру пошли воевать, выгонять поляков из Кремля. Вот, и в первом ополчении, значит, Трубецкого, и в ополчении Минина и Пожарского, и до этого, значит, вот в Нижегородских, значит, ополчениях они участвовали, сражались против, значит, Лжедмитрия II, а потом уже против поляков в 12-м году. То есть, это была такая мощная компания военная, многолетняя. Вот, а потом уже после этого, в 17-м веке, после как поляков изгнали, воцарилась династия Романовых, потом башкиры участвовали, здесь у нас началась эта полоса таких неурядиц, связанная с нашествием калмыков, то есть, как бы, вот, весь 17-й век, в общем-то, в войне с ними практически прошел. Вот, тут, поскольку башкиры, у них была своя автономная организация, Москва суда не вмешивалась, они сами самостоятельно, значит, сражались, вот, скажем, с пришельцами с Востока. Вот, ну, а потом уже в конце, когда 17-й век, ситуация более-менее стабилизировалась, башкиры участвовали в крымских походах, 1675 год, потом еще два крымских похода, 80-й годов, также 17-й века, потом два азовских похода, по взятии крепости Азов и выходу, значит, России к Черному морю, да, где как раз и проявил свой героизм Алдар Асикеев, когда вышел на поединок с черкесским богатырем, богатырем, выставленным турецкой, значит, стороной, да, и победил, это был 1696 год, да, потом была Северная война, когда Петр I начал воевать с Карлом XII, вот там тоже, значит, башкирские формирования, значит, двух походах участвовали, да, там война тоже ведь была длительной, 20 лет, да, 20 лет, 21 год война шла, то есть там же нельзя себе представить, что вот какой-то континент башкир, вот воевал от и до, да, там 20 лет, ну, от них бы ничего не осталось, соответственно, как и сейчас, и такие были, значит, командировки, боевые командировки, значит, тех или иных отрядов, вот первая командировка, значит, башкиры участвовали в событиях в Прибалтике, в Лифляндии, вот, в Лифляндский поход, где-то 1704-5-е годы, и потом Рижский поход был, башкиры, Ригу осаждали, значит, взяли 1709-10 год, вот, вот, все это было, потом было, после Северной войны, значит, опять череда восстаний пошла, там, так, значит, неурядец, 18 веке, уже во второй половине 18 века, 1757 год, башкиры участвовали в Семилетней войне, вот здесь у нас, где, Кушнаренский район, деревня Шарипова, когда вот есть в Кушнаренково, здесь вот свой, был сформирован башкирский полк и был отправлен в Пруссию, участвовал, значит, в знаменитом сражении под Гросс-Егерсдорфом, да, в 1757 году, где, в общем-то, русские войска нанесли поражение доселе непобедимому Фридриху II, да, который считался, там, там, непобедимым, да, и перед которым трепетали все, значит, не только короли Европы, ну и даже российские полководцы, даже и преклонение перед Фридрихом было, вот кто, Городомарины смотрел фильм, там этот, Салтыков, главнокомандующий, разбили Фридриха, и те, Городомарины кричат, давайте вперед, преследуем, он так испугал, стойте, не что Фридриха можно разбить, и дал команду об отступлении, хотя они его разбили, то есть это действительно факт был, вот такой был страх перед Фридрихом, потом была, значит, финская война 1789, по-моему, 91-го года, где башкиров в Финляндии, там проявили, четыре башкирских полка воевали, причем под командованием генерала Михельсона, который до этого, значит, сражался с Салават Юлаевым, да, во время Пугачевщины, вот, а тут, значит, вместе под Михельсоном, под командованием Михельсона, они там полфинляндии, значит, завоевали, вот, потом уже после вот этого финского похода начались Наполеоновские войны, был прусский поход 1806-7-го годов, когда 20 башкирских полков в Пруссию были против Наполеона отправлены, это еще до начала Отечественной войны, там же было несколько наполеоновских войн с Наполеоном, а потом уже вот эта война 1812-го года, где снова 20 башкирских полков приняли участие, а некоторые из них дошли до, значит, Парижа, да? Да. После этого была, значит, русско-турецкая война 1829-го года, где тоже, значит, башкирские полки участвовали, была крымская война, где, значит, башкирские полки обороняли побережье Балтийского моря от высадки английского десанта, понимаете, там масса была, я уж не говорю про среднеазиатские походы и так далее, и так далее. И вот в 1865-м году уже башкирское войско было упразднено, поскольку граница ушла далеко на юг, уже, значит, в Среднюю Азию ушла, уже и Ташкент был взят, и так далее, и, соответственно, уже правительство решило, что башкиры, вот это содержание, существование этого войска уже не оправдано, оно было упразднено. Вот. И уже башкиры на общих основаниях стали служить уже просто в регулярной армии обыкновенной, на общих основаниях. Вот. В отличие от народов Средней Азии, Кавказа, которые вплоть до революции в русской армии не служили, их не призывали, считались как бы инородцы, и, значит, они не русские подданные, и, так сказать, туземцы завоеванные. Ну, по сути дела, там действительно Средней Азии это был тот случай, когда действительно была колония Российской империи, хотя вот башкири колонии, ну, в таком классическом понимании никогда не было. Вот. Это была такая территория, ассоциированная и так далее, значит, часть российской, собственно, России, Российской империи. Вот такие дела. Ну, и сейчас башкирские батальоны защищают южные рубежи России. Военная служба, это, понимаете, это, наверное, была бы отдельная тема разговора, то есть, более подробная и тут с привлечением может быть, и других каких-то специалистов, потому что это непростая тема. Да. Потому что все думают, вот, служба, ну, что тут непонятно, ну, сказал, вот, пошли, ну, а нет. Вот, это все было не так, это была частью договора, вот, частью договора, одно из условий вхождения, все было непросто, то есть, то есть, это было сопряжено с огромным количеством факторов, да, там, моментов исторических, вот. Салатагай, мне интересно узнать несколько книг, которые обязательно нужно прочитать человек, интересующийся историей башкир. Ой, тяжело, так сказать, такие книги-то назвать. Ну, я бы, конечно, Кузееву надо прочитать, происхождение башкирского народа, вот, хотя, там, у него, вот, его критикуют, что вот у него такая миграционная точка зрения, значит, превалирует, потому что, если прочитаешь, там, все откуда-то, куда-то что-то пришли, там, значит, башкиры как мигрировали, и, как я уже сказал, что, в общем-то, по большому счету, основное вот это ядро башкирского народа, оно никуда не мигрировало, оно всегда здесь находилось, да, но, тем не менее, значит, чтобы понять родовую структуру башкирского народа, из каких элементов он состоит, конечно, кузеев надо прочитать, вот, я так полагаю. Еще две книги. А еще две книги. Ну, или научные труды, и, может быть. Нет, почему, ну, конечно, это научные книги, это и есть, я бы прочитал, конечно, обязательно, башкирское национальное движение Кульшарипова, Марат Махмудович, то есть, чтобы понимать, как республика образовывалась здесь, как бы тоже, от этого не идти, ну, и, наверное, книгу, там по средним векам, может быть, Мажитова, например, да, история Башкрутстана в средние века, например. Ну, вот эти три книги. Спасибо. Есть такое понятие рух. Да. И часто меня друзья спрашивают, русскоязычные друзья, что такое рух, что вы понимаете под этим словом. Зачастую филологи не могут объяснить, это можно объяснить как-то на каком-то энергетическом уровне, что ли. Вот, как человек, научный деятель, как историк, как вы объясняете это слово рух, башкирский рух? Не знаю. как, понимаете, тут надо, либо ты историк, либо ты какой-то фантаст, понимаете, но не хотелось бы на какие-то позиции там эзотерические, непонятные так переходить. Вот. Ну, если так, в общем-то, в поэтическом смысле, там, если, ну, рух, рух есть у каждого народа, вот, свой дух, это дух, там, заключенный в наших эпосах, в наших, скажем бы, нашей духовной культуре, но и в ней, что мы видим в этой духовной культуре? Вот, призыв к свободе, значит, призыв к самодостаточности, да, вот, то есть, человеческой личности, да, вот, и очень сильно, значит, такой мотив о, скажем, сакрализации своей территории, да, который в Урал-Батырии, в эпосе, описан, там, живую воду он отказался пить, а, значит, выплеснул ее на землю, значит, а бессмерть в тем самым ее, но я думаю, вот это, наверное, свобода, и вот, сакральность своей территории, вот это, значит, любовь к своей земле, хотя, наверное, любой народ сказал бы то же самое про себя, потому что это все универсально. Салатович Мухаммедович, мы благодарим вас за такую интересную беседу, надеемся еще на встречу с вами, ждем вас всегда в нашей редакции. Спасибо. Если вам понравилось это видео, подписывайтесь на наш канал, и я все ваши пожелания жду в комментариях, каких гостей вы хотели бы увидеть в нашей студии. Пока! Субтитры сделал DimaTorzok